Девушки отдыхают В следующем году жди засуху или дожди. Поэтому в парке гуляют с размахом, дегустируют блюда по традиционным рецептам и состязаются в народных играх. В центре площади определяют главного силача – батыра. В старинном виде единоборств – карэша. Для победы нужно уложить соперника на лопатки с помощью полотенца или пояса – пушака. Подножки и подсечки запрещены. Заткнуть соперника за пояс можно и более безопасным способом – победить в бою мешками или разбить глиняный коршок вслепую. У вас три попытки ударить по кувшину. Готовы? Эти, да! Проверьте, проверьте. Так, еще раз, проверьте, да? Попали! Попали! Ребят, ну, горшки оказались мне не по силам, потому что они керамические, очень твердые и крепкие. Поэтому, ребят, ну попало я трижды, да? Я же попала. Антон, сейчас бы чаю выпить, что-то вообще сушняк конкретный. Пойдем? Где тут очередь? Извините, а это конец очереди? А где конец очереди? Туда? А здесь конец очереди, да? Вот там конец очереди. Вот там конец очереди? Ну, очевидно, вот здесь конец очереди. Блин, Антон, у нас нет шансов. Отстояли километровую очередь, чтобы попробовать традиционное блюдо чак-чак. Одно из самых популярных. Итак. Ммм, класс. Вкуснятина, девчонки, знаете. И дегустируем чай из двухметрового, самого большого в мире самовара. Такой у него травянистый вкус. Неплохо, мне нравится. Я первый раз покушал. Вкуснятина, цены нету, девочки. В этом году на Омском Сабантуе поставили новый рекорд. Больше трех тысяч стаканов купили на массовом татарском чаепитии. Как говорил Карл Фукс, который был, жил в Казани, писал о казанцах, что если ты попал к татарам в дом, то без четырех пьяушек чая здесь не обойтись. Придется пить много, и это будет вкусно. Вот я слышала еще такое, что татары в присутствии гостей чай не пьют. Правда ли это? Татары пьют чай и в присутствии гостей, и в их отсутствии. Я вам открою секрет. Чак-чак является самым популярным национальным блюдом, но не у жителей Татарстана. Мы, как правило, я не помню, когда в последний раз я ел чак-чак. То есть это, как правило, такое блюдо для туристов больше, для гостей нашей республики. Это своего рода визитная карточка. Мы же сами любим кушать. У нас есть такое блюдо под названием ощпощмак. Здравствуйте. А вы с Савантуэ? Нет. А что здесь одна отдыхаете, а не на празднике? Тут спокойно, тут никого нет. Понятно все. Нам сказали, здесь будет какое-то водное шоу. Вы будете устраивать шоу какое-нибудь? Нет? Савантуэ продолжается, но мы подводим итоги. Нам удалось выпить чай из самого большого самовара в мире, продегустировать чак-чак, и попробовать разбить горшок с закрытыми глазами. Поймать волну, к сожалению, не удалось, но мы приедем в следующем и попробуем сделать это снова.